алё да юлия здравствуйте юлия вот скажите пожалуйста вы работали с пятью чемпионами мира с ботвинником талям с паским петрося нам и смыслов да с кем вам было интереснее всего но я думаю что каждый из них внес значительный склад в развитие шахмат а когда вы решили прекратить выступления активные в шахматах и что явилось вот причиной того что вы прекратили играть у вас же мягко сказать хорошо получалось потому что молодые растут а старики стараются отбиваться от молодых понятно какая ваша книга вот осталась у вас в памяти вот как такой вот наиболее приятный творческий момент то что вы написали много книг вот моя любимая например шахматы на сцене и за кулисами ваша автобиографическая книга у меня последняя работает самый значительный который называется поиск истины юлевич а как вам пришла вот в голову идея делать телевизионную программу о шахматах вы же много лет этим занимались мы вот сейчас всю жизнь да а нравилось вам на телевидении работать да что-то для меня интересные что касается истории шахмат просто просто жизни стране так есть чем все время забивать себе голову вам всегда было всегда были интересны шахматы да и играть и анализировать и писать о них и программы делать телевизионные книги писать такой оказалось что этот мир абсолютно безграничный да а мир шахмат нет конечно это не так просто потому что в шахматах очень большая конкуренция очень большая думаю что не во всех видов спорта есть такая конкуренция как шахматы причем значительное превосходство в том смысле что скажем во всех спорт спортивных до изданиях я думаю 30 лет это максимум понимаете а в шахматах может быть и семьдесят и восемьдесят и девяносто так что пока держусь я последнюю мою книгу назвал поисков истины это как-то подводит итоги моей жизни что вас восхищала в шахматистах с которыми вы работали вот чемпионов мира которых я упоминал тальс паски смыслов каждому даю оценку а вот а вот конкуренция очень жестко это назовем так потому полу ползизни обычно так вот шахматисты и каждый вносит что-то в историю шахмат россии вот все важны это все мы строим общий дом вот вы по сути видели всю современную шахматную историю вы еще ласкеры видели в 30 по моему шестом году если не ошибаюсь а кто вот из шахматистов из чемпионов мира ну кого вы считаете все-таки вот номером один за тем вот за тот век что вы живете но я считаю на чем на чем самого ранее что алёхин был конечно выдающийся шахматист так что тут вот он как же первый ступил по существу на 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 эту на этот повод так что как каждый вносит что-то свое вот так я и назвал и в поисках истины что это не только я про себя я даю так сказать оценку всем кто с кем я играл вот в чем идея вернуть а какую истину мы ищем что мы ищем шахматах силу фигуры там много интересного и физические проблемы существует понимаете много проблем нет я бы сказал так как каждый из чемпионов внес что-то свое в эту в это дело и смыслов который недолго был чемпионом тем не менее свое он внес он у него тоже есть своя дорога в поисках истины и так что все брат так больше там кто-то еще почему и называется поисках истины что я считаю что каждый что-то внес вот это очень важный момент мне кажется что именно это и основных проблема который двигает шахмат это поиск истины да да поиски истины а истина это что это как бы понять суть шахмата бывает позиции в 1 надо который так много вносит каждый вносит свою кто-то мало кто-то несомненно вот эта линия каждого по морю боевых ворону значит больше это мне кажется основная линия поведения любого сильного шахматиста внести что-то в историю ему необязательно что он об этом думал его соперники должны надо назвать чего что он внес современные шахматы понятно и шахматы без граничны до дали больше они еще сто лет будут развиваться ну кто-то дает его поэтому я и на самом поисках истины я так сказать оставляем место для любого шахматиста который хочет что-то оставить от себя и так сказать уже на все для всех других чтобы пользовались его советами спасибо за звонок всего доброго спасибо спасибо до свидания